Есть материалы, которые можно начать и завершить в одном кадре. То есть никуда не двигаясь, просто довести до вас хорошую информацию и полезную. Которой вы прислушаетесь вне зависимости от того, любите вы меня или нет. Для чего я 10 лет пахал на телевидении и сейчас пашу? Не по-детски. Ну не только для того, чтобы свое фейс разрекламировать, хотя фейс решает многие вопросы. И крайне редко обращаюсь в больницу, и если обращаюсь, то включаю все свои скрытые резервы. И недавно я такие резервы включил. И недавно у меня в жизни случилось событие. Как вы думаете, куда я обратился и какие кнопки нажал? И самое главное, где родился мой сын? Ну вот она, вся реклама, которая могла бы быть, если бы это была реклама. Но это правда. Для рождения своего ребенка я выбрал этот, третий роддом, на улице Шишко. И теперь, наверное, будет интересно не только будущим мамам. Мы вкратце покажем вам весь процесс рождения. Дело в том, что в святая святых таинство рождения допускается не каждый. Но знать-то вы должны, в каких условиях и как внутриутробная жизнь становится жизнью полноценной, человеческой. Итак, и если не затягивать, то лучше заранее и под присмотр врачей. Предродовое отделение. Здесь под неусыпным контролем лучших специалистов, ребенок и мама готовятся к родам. Все дело в том, что идеальный вариант зачали, выносили и родили в 99% случаев далек от идеала. Поэтому эксперименты здесь не нужны. Мы слушаем ребенка и корректируем процесс, добавляя только то, что необходимо. Мамы будущие получают первоклассное и сбалансированное питание. И если немного отойти от смысла повествования, то гороховая каша с мяском вызвала при проведении этих съемок у меня зверский аппетит. Итак, дождались положенного срока и вас ждет зеленая миля. Так ласково называют здесь дорогу к жизни. Оттуда без нее жизни никто не возвращался. Новый и долгожданный. И вот здесь есть возможность в самый трудный для мамы момент прийти к ней на помощь. Присутствует на родах. Можно, конечно. У нас в роддоме это практикуется. Это называется партнерскими родами. Папы, мамы могут присутствовать на родах. Насколько проще женщине, если у нее рядышком, у любимого человека, когда она рожает? Я думаю, что женщине гораздо легче, когда кто-то родной и близкий рядом. Ну, психологически легче. То есть настроиться проще? Да. И затем уже, если возникает проблема, понятно, что после родов в некоторое шоковое состояние. И тут вот мама, допустим, которая уже более опытный человек, может такой она помочь добрым советом? Ну, или лаской хотя бы? Конечно, может. Это просто необходимо для женщины. Это поддержка всегда от близкого человека. Здесь возникает вопрос, а видел ли я непосредственно, как это делается? Видел, да и вижу каждые два месяца. Ведь принцип-то рождения что человека, что котов и животных один и тот же, но ощущения другие. Для тех, кто понимает, что такое жизнь и уважает, и любит ее, одну и единственную. Человек слепой, глухой и неверующий. Это не для него. Ну, а тот, кто знает, ощущает эту процедуру. И это не так, как процедура ухода. Здесь прет, шторкает и вставляет. Когда появляется чистое чудо Господье. И чувствуя и видя это, в голове остаются только благие мысли. Да вы сами посмотрите на лица матерей. Они после родов становятся кристально чистые и невинны. Ну, 4200, поздравляю. Спасибо. Загорать потом пойдем? Конечно. Какой шоп сделали? Косметический. Как самочувствие? Отлично. Я, конечно, знал, кому отдаю в руки судьбу семьи. Но я не думал, что так скоро от принципов здравоохранения обветшалого и уставшего мы перейдем к совершенно другим стандартам. И возникает единственное желание, чтобы мест таких стало больше. Второе десятилетие 21 века мы разменяли, но народ все еще живет страхами века 20-го, когда не хватало ни лекарств, ни чего. Помните, раздруха была такая, да? Ужас просто был. В больницу идешь со своими лекарствами. Сейчас страховая медицина работает. Может ли человек, независимо от места жительства, у вас получить качественное, не то что обслуживание, здесь рождаются люди? Да, конечно. Родильный дом номер 3 города Митагрузка расположен в Ленинском районе, где сейчас как бы возрастные жители и очень мало молодежи. В основном роды это Орженикицевский район, который, к сожалению, не относится к нашему родильному дому. Но в нашем родильном доме оказывается помощь всем женщинам всех районов, и в том числе близлежащих сельских районов. Помощь у нас бесплатная. Все прекрасно знают, что сейчас медицинская помощь оказывается по полюсам обязательного медицинского страхования. То есть это дает им гарантию получить бесплатную медицинскую помощь, получить лекарственные препараты. Пожалуйста, оперативные роды также проходят бесплатно и с косметическим швом, который накладывается по желанию женщины. Родильный дом номер 3 был реконструирован. Сейчас очень хорошие условия. Женщины получают хорошее питание, они им очень довольны. Существует книга отзывов, где пишут они только очень положительные результаты нашего, будем говорить, кормления. Также у нас находятся палаты, которые рассчитаны на 2-3 человека со всеми санитарными удобствами. Те женщины, которые у нас рожали, которые у нас находились, очень довольны обслуживанием, довольны нашим сервисом, который существует в настоящее время. Поэтому не бойтесь приходить к нам. Не бойтесь приходить к нам рожать. Коллектив у нас доброжелательный. Мы вас всех ждем. Ну а теперь о периоде, когда каждый нормальный мужик забивает на работу и очень-очень быстро, за последнюю неделю, как перед экзаменами и сессией, пытается отремонтировать свою квартиру. Справедливости ради заметим. Сделать это на 100% не удается, но попробовать стоит. Тем более, пока мама лежит в условиях отличных. Ни сколов краски, ни порванного линолеума, ни сквозняков. Потому что родильный дом этот свежеотремонтированный и оборудованный достойным образом. Мы еще планируем, у нас сейчас палата индивидуальной роды будет существовать, где женщина с первого и до последнего дня с родственниками будет находиться в индивидуальной, так называемой родовой, которая трансформируется в палату и при необходимости снова в родовую. Партнерские роды. Мы приветствуем партнерские роды. Присутствие родственников народа. Это мужья, это мама, это сестры, это подруги, которые оказывают очень хорошую психологическую помощь в момент родов и в послеродовом периоде. Планируем, конечно, родовые сертификаты, нас очень хорошо выручают. Это как бы наш доход, на который мы можем приобрести новое медицинское оборудование, которое необходимо сейчас для того, чтобы родильный дом развивался дальше и оказывал более квалифицированную по высоким технологиям медицинскую помощь. Что поразило, и это не как в совке. Здесь не один туалетное отделение. Здесь тихие комфортные палаты с не скрипящими дверьми. Здесь завтрак, обед и ужин прямо в номер. Здесь индивидуальные каталки и пеленальные столики. И это здесь, в Магнитогорске. Конечно, все это хорошо и даже отлично. Но без трепета люди сюда-то не приходят, а уходят все с благодарностью. И раз история отношений меня и этого роддома, это 50-й год, потому что 51-й мама моя родилась здесь же, потом дядя мой родился здесь же, я здесь родился, то посвящу, опять же, из социалистического прошлого такую вам песенку. Спасибо за день, когда я работал, спокойно зарабатывал денежки. Спасибо за ночь, когда моя жена здесь находилась. Спасибо за сына и будем надеяться, спасибо за будущую дочь. Как сейчас здесь? Комфортно девушкам и женщинам рожать? Я думаю, что очень комфортно. Ну, естественно, мода сейчас немножко другая. И кто-то боится, кто-то думает о том, что, допустим, такая проблема, как кесарево сечение, и это уродует жизнь. Так ли это на самом деле? Это совершенно не так. Кесарево сечение никак не меняет жизнь женщин. Но если ей приходится испытать это, то она в дальнейшем ведет самый обычный образ жизни. Сейчас модно иметь не одного, двух, трех детей, потому что, ну, и партия, и правительство наши позволяют, в принципе, жить ей достаточно неплохо. Может ли женщина после кесарево сечения быть еще раз беременной и осчастливить своего папу? Конечно, может, и еще не один раз. А вот эта косметическая операция по тому же шву, что ли, пройдет? Ну, да, по тому же. То есть наши женщины будут выглядеть так же, как Мадонна и другие звезды Голливуда? Всегда красиво. Правда, ради заметим, для идеального роддома, того, который я видел в Турции, здесь чего не хватает? Пожалуй, только плазменных панелей в палатах, и все. Все остальное есть. Ионизаторы воздуха, очистители, обеззараживатели, комфортная обстановка. И даже если вы лежите втроем. Если вы хотите индивидуальный подход, есть и такой вариант. Не хватает, естественно, солнечного турецкого солнца. Ну, а во всем остальном мы, наконец-таки, начинаем понимать, что за последние 20 лет в стране сформирована структура, которая позволяет вам получать качественное медицинское обслуживание. При этом вы за него не платите. Потому что вы за него платите. Каждое предприятие платит налог, и каждый предприниматель тоже. Поэтому думайте сами, куда обращаться. Где вам удобнее?